Спят меньше четырех часов, обедают и ужинают на работе. Для сотрудников дежурной части, которые сутки не покидают помещение, созданы все условия. Даже в свой профессиональный праздник они должны быть на связи каждую минуту. Андрей Кабанов служит в дежурной части уже более десяти лет. О том, что творится в регионе, начальник смены знает все. От сосредоточенности его сотрудников и их умения быстро принимать решения зависит, будет ли пойман преступник. Можно часа два-три нести в обычном режиме службу, потом происходит какое-то сверхчрезвычайное происшествие в области. Нужно моментально включиться, оценить обстановку, сориентировать необходимые службы для выезда на это происшествие. От этого зависит скорость раскрытия преступления. Дежурная часть, мозговой центр полиции. Сюда стекается вся информация о происшествиях. Отсюда координируется работа всех оперативных служб. За сутки в дежурную часть регионального главка поступает свыше 700 звонков со всей области. А это значит, обращение приходит каждые две минуты. Благодаря профессионализму сотрудников треть преступлений удается раскрыть по горячим следам. Повторяем ориентировку. За совершение преступления в промышленном районе задержать автомашину «Калина». Всегда на чеку и сотрудники городской дежурной части с начала года здесь приняли около 50 тысяч звонков. За порядком следят в режиме онлайн, помогают современные технологии. В парках и скверх, на площадях и улицах Самары установлено свыше полутора сотен камер, изображение с которых передается в ситуационный центр «Безопасный город». На этом экране видео с камер, установленных в одном из торговых центров города. Одновременно можно видеть, что происходит сразу в нескольких залах. При желании изображение можно увеличить, чтобы разглядеть детали. А вот на этом экране видно наряды полиции, которые сейчас патрулируют город. Стать сотрудником дежурной части не так-то просто. Сюда принимают только опытных полицейских. В дежурную часть принимаются сотрудники, отслужившие не менее трех лет, не менее трех лет из числа участковых уполномоченных или из числа оперативных сотрудников. Ну и подбираются самые достойные, самые энергичные, терпеливые. Жителям напоминают, в дежурную часть полиции можно дозвониться по номеру 020 или по прямым телефонам. Всего за прошлый год в дежурные части региона поступило более полумиллиона обращений о преступлениях и чрезвычайных происшествиях. Алина Чемерес, Григорий Плешаков, События.